Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита Шипила. Вы находитесь на канале Секреты MLM Бизнеса. Здесь я делюсь возможностями, с помощью которых зарабатываю. И иногда выкладываю какие-то интересные полезняшки, которые помогают развивать бизнес в интернете, бизнес MLM. Сегодня я бы хотела поделиться с вами информацией, которую, в принципе, когда-то не знала, потом стала применять. И, естественно, у меня результаты изменились. Но многие новички, которые, и не только новички, которые сегодня работают в интернете, к сожалению, либо не знают эти правила, либо не применяют их. Поэтому я хотела бы сегодня одним напомнить, а другим показать, какие есть ошибки в MLM, которые мешают строить полноценный, успешный бизнес. Я нарисовала небольшую картинку в программе Point, и вот хотела бы сейчас вам ее показать. Вот смотрите, друзья, в бизнесе MLM существует три основных и важных ошибки, которые совершают, ну, практически, наверное, 80% сетевиков. Давайте с вами представим, как вообще вы развиваете, как вы находите свою целевую аудиторию, как вы с ними начинаете общаться про бизнес. Как правило, сегодня очень много, вот по-прежнему еще очень много таких предложений сыпется в личку, когда добавляешь человека в друзья нового, то есть он сам к тебе добавился или ты его добавил, и вы еще с ним даже не успели познакомиться, вообще даже словом еще ни разу не перекинулись, он тебе тут же присылает портянку со своим бизнес-предложением. И что вот вы чувствуете в этот момент? Я, допустим, чувствую уже некое такое, знаете, снисхождение к таким людям, потому что вот этот метод продвижения с помощью спама, но он уже в столетней давности, конечно, он работает еще, этот метод, да, он рабочий, и вы можете с успехом его применять, но это такой трудоемкий метод, который может выдержать только, я не знаю, железобетонный такой человек с железобетонной психикой, который может пачками рассылать эти спамовые предложения, да, спамовые сообщения, и ему по барабану, что его постоянно отфутболивают, постоянно ему отказывают, и в итоге он получает результат, но при этом он делает, ну, просто массу, массу ненужных никому действий. Во-первых, и сам тратит время не туда, куда надо, и людей дергает, и люди от него просто шарахаются уже, и не принимают всерьез. Поэтому у такого человека, у спамера, да, который работает по старинке, у него тоже есть результат, но, друзья, сами посудите, каким способом ему дается такой результат. Вот мне в личку, особенно в некоторых социальных сетях, всем известных, ну, сыпется огромное количество спам-картинок, на которых сразу написано то-то, 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 о каком бизнесе, о каком там варианте, вам рассказать подробнее и так далее и тому подобное. То есть еще человек не знает, надо мне это предложение или не надо, может быть, я вообще не ищу ничего. Начинают уже вот с такой продажи в лоб. Поэтому для того, чтобы люди не совершали вот такие ошибки, я сегодня хочу поделиться информацией, ну, в первую очередь для своих, конечно же, партнеров, вот, ну, а там уже кто увидит и кому это пригодится, ну, будет здорово, я буду рада, если вам будет это полезно. Так вот, первые три ошибки, смотрите, вот я лично опираюсь на свой собственный опыт. Мы с человеком познакомились, решили в скайпе созвониться для того, чтобы уже пообщаться. И человек сразу с порога мне начинает рассказывать маркетинг. Вот сразу поздоровались там, обменялись короткими любезностями, и человек с порога сходу начинает мне рассказывать маркетинг, начинает погружать меня в цифры и тому подобное. Вот первая ошибка, это она и есть, что продажа начинается слишком рано, слишком рано. То есть вы не вот, ну, те, кто пользуются таким вот способом, да, кто совершает эти ошибки, я вам хочу сказать, что вы не выявляете боли своего потенциального партнера. Боли, это имеется в виду не физическая боль, что он там болеет, а имеется в виду боль, это какая-то проблема, потребность, желание, да. Вот конкретно что человек, зачем человек приходит вообще в бизнес, для чего, что он хочет получить. То есть вот ему нужны деньги, вот он хочет зарабатывать, а сколько он хочет зарабатывать, да, мы не знаем, мы ему можем предлагать миллионы, а он, возможно, ему этот миллион и не нужен, ему вот надо там 30 тысяч в месяц, и чтобы у него стабильно где-то выходило более-менее, и он будет довольный как слон. А мы ему тут начинаем рассказывать про миллионы. То есть мы не выявили, сколько человеку надо денег для того, чтобы быть счастливым человеком, да. Вот. И мы начинаем с порога ему там какие-то огромные суммы сразу озвучивать. Конечно же, человек, который морально не готов к таким суммам, он сразу от вас убежит, он сразу поймет, что ему эти деньги не нужны, потому что они ему действительно не нужны, он себя пока держит там на уровне там 30 тысяч, к примеру. Для него это норма. Поэтому ваши миллионы ему в данный момент, они совершенно ему не нужны. Потом мы не выявляем, для чего, то есть мы уже можем выяснить, сколько ему надо денег, но мы не выявляем потребность. А зачем ему эти деньги? Что он хочет на эти деньги там приобрести, получить там что-то, куда-то их вложить, может быть, в какую-то свою жизненную ситуацию? Естественно, мы не пытаемся человека там вытащить все его секреты наружу. Конечно же, нет. Но примерно хотя бы с человеком нужно пообщаться и чисто по-человече задать ему вопрос. Вот ты хочешь заработать столько денег, зачем тебе эти деньги? Что ты хочешь получить с помощью этих денег? То есть выстраивается такой чисто человеческий разговор. Но извините меня, когда с порога человек начинает сразу грузить тебя лишней информацией по поводу презентации, конечно же, такому человеку открываться вообще не хочется. Не хочется с ним даже делиться какими-то своими потребностями, даже если есть. Это первое, вот это вот под пункт А, да? То есть первая ошибка продажи начинается слишком рано. Под пункт А. Пункт Б. Нет понятия, интересно человеку, видит ли он выгоду. То есть мы начинаем продажу, даже не выяснив. Интересно вообще это человеку? Мы можем, вот допустим, созвонились там, вот я еще раз повторю, и человек сразу начинает рассказывать презентацию. Ну ты хотя бы как бы спроси, действительно ли, допустим, мне хочется слушать какую-то подробнейшую презентацию, там с рассказом о всех продуктах, там о всех матрицах, не матрицах, бинарах и тому подобное. Может быть мне на данном этапе достаточно будет какой-то короткой информации, где я увижу деньги, увижу свою выгоду. И когда человек вот начинает, не выяснив, надо мне это вообще или нет, действительно, может быть я ищу, но ищу совсем не то, что ты мне предлагаешь. Ты же сначала спроси. Третий пункт, это когда мы начинаем рассказывать что-то в подробностях, в подробностях, в больших подробностях, но не показываем, каким образом наша компания может решить его проблемы. То есть у человека есть проблема какая-то, и мы не показываем, каким образом, допустим, наш маркетинг, наша компания, наш продукт может решить его проблемы. Вот допустим, сегодня в интернете очень много неграмотных сетевиков развелось, да? Каждый, я не знаю, второй приходит в интернет зарабатывать, он приходит, но он не знает, с чего начать. Он не знает, с чего начать. Я сама была такой же, я пришла абсолютным чайником в интернет, не знала никак с людьми разговаривать, ни о чем разговаривать, не умела ни маркетинг рассказать, абсолютно ничего. И вот человек, придя в интернет, он не знает, с чего начать, да? Вообще, куда податься, как начать строить свой бизнес. Ему спонсор может порекомендовать, давай начинай заниматься спамом. Как раз вот эти спам-рассылки делать. Человек начинает делать спам-рассылки, но у него ничего абсолютно не получается, и у него создается проблема. Он делает массу действий, которые не приносят результата. У человека формируется проблема. И вот если, допустим, в моей компании есть какое-то обучение для такого человека, то я не показываю, что мое обучение может ему помочь. Это я как пример привожу, да? Или человек, допустим, имеет там не слишком крепкое здоровье. Ему какой-то продукт нужен для здоровья. То партнер этой компании, заговорившись, может не показать, как может этот продукт решить его проблему. В общем, вы меня поняли, что начиная с человеком общаться, мы можем куда-то вообще в сторону улететь и забыть показать, каким образом наша компания может решить его проблему. Поэтому вот эта первая причина, первая ошибка наших неудач, это продажа начинается слишком рано. Не выявлены боли, потребности, желания, нет понятия интерес на человеку, и видит ли он в этом свою выгоду. И он не видит, каким образом ваша компания может решить его проблему. Это самая основная причина для того, что ваши продажи не случаются. А вторая ошибка, тоже не менее важная, это много лишних слов. Я думаю, каждый из вас тоже сталкивался с такими партнерами других компаний, которые, созвонившись с вами в скайпе, начинали вроде бы с темы бизнеса, с идеи бизнеса, с потребностей, там что-то выяснили, выявили. Но в итоге они вдруг ни с того ни с сего не уходят от темы. Они начинают спрашивать, где живете, как у вас погода, могут прямо вот так вот интересоваться, рассказывать, что они тут когда-то ездили в гости сюда к вам. И разговор начинает уходить вообще в сторону. Разговор начинает уходить в сторону. А там, где вы о погоде, о вашем городе поговорили, там многие переклинивают их сразу на детей, куда-то уходят, начинают про здоровье свое рассказывать. То есть человек хочет мне рассказать о бизнесе, но он вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать мне про свое здоровье. Про свое здоровье, что вот у него там какие-то проблемы, он там сильно болел, у него там мама, папа болели. И я понимаю, что он рекламирует как бы продукт свой, да, дает понять, что вот наш продукт такой вот уникальный, что он помогает всем. Но тем не менее, вот такие разговоры, когда уже не о бизнесе речь идет, да, не о продукте там, который поможет мне лично, мне. Человек начинает уходить от темы, рассказывать вообще какие-то посторонние, интересные, на первый взгляд темы. Но эти темы не сбивают фокус. В итоге, когда вы с человеком очень долго разговариваете в скайпе, вот засекайте время даже, когда будете говорить. Больше 10 минут поговорили с человеком. Если у вас уже там дальше пошел разговор, уже не только про бизнес, а на какие-то посторонние темы, вот я вам 100% даю гарантию, что у человека собьется фокус, вы с ним как бы уже прекратите разговор, и он даже не вспомнит, о чем вы ему говорили, и что вы ему предлагали, и какую выгоду он для себя здесь увидел. Я еще раз говорю, много лишних слов, оно только портит все. Поэтому если вы созваниваетесь с человеком, и хотите ему рассказать о бизнесе, то есть у вас уже есть договор, ведите тему, держите нить разговора, чтобы она у вас не терялась. Если о бизнесе, значит о бизнесе. Говорите про идею, значит говорите про идею. Не больше 10-15 минут. Все, что остальное, все, что за 15 минут, за 10-15 минут, это все улетает из головы тут же, как только прекращается разговор. В итоге у человека, я говорю, не остается вообще никаких зацепок в голове, какую пользу вы могли ему рассказать. Он тут же забудет про вас и пойдет дальше делами заниматься. Поэтому если вы созвонились с человеком, вот на часы смотрите, и вот ровно 10 минут, 15, вы общаетесь только по бизнесу, если у вас встреча посвящена именно этому. И третья, еще самая главная ошибка, которую совершают, когда уже вроде бы все выяснили, когда вроде бы уже и время там, которое уделено этой самой презентации, презентации бизнеса, уже все хорошо рассказали, но в итоге сделка срывается. Почему она срывается? Потому что вы не задаете заключительные фразы. А ведь многие боятся их задавать. Они выкладываются на презентации, они рассказывают очень много подробностей. Люди, да, вот я по себе знаю, то, что в скайпе общаюсь очень часто, и ко мне так же стучатся люди из других компаний, они мне пытаются рассказать про свой бизнес. Я их с удовольствием выслушиваю, и из каждого вот такого случая я выношу для себя какие-то, делаю какие-то выводы. Вот. Поэтому я вижу, как у людей не совершаются сделки, потому что они не задают заключительные фразы. А фразы эти обычные. Ты готов начать прямо сейчас? Тебе интересно вообще это? Когда будем регистрироваться? Давай регистрироваться прямо сейчас. Вот. Или, допустим, вилку какую-то создать. Давай регистрироваться вот либо сегодня, либо там завтра, либо сегодня во столько-то, либо во столько-то. То есть обязательно надо проговаривать заключительные фразы. Потому что нет заключительных фраз, значит сделка не состоится. Потому что человек вот, вот такое существо, которому нужен всегда волшебный пендель. Он вроде бы морально и готов с вами посотрудничать, но если вы не произносите эти фразы, у него язык просто как вот, знаете, не повернется самому сказать, ну что, давай я буду регистрироваться. То есть человек не хочет проявлять самунициативу. Даже если морально, он готов уже с вами сотрудничать. И хотел бы заключить договор с этой компанией. Но в итоге он ее заключит с тем, кто ему напрямую спросит. Ты готов прямо сейчас регистрироваться? Тебе это вообще интересно? Ты хочешь прямо сегодня стать партнером? Давай регистрироваться. И вот когда мы не задаем такие фразы, человек от нас просто уходит. И он будет регистрироваться под того человека, который задаст ему эти фразы. Но может так получиться, что тот человек, новый спонсор, ему эти фразы задаст, но он с ним не будет так работать хорошо, как, допустим, вы. И в итоге у людей не получится партнерского сотрудничества хорошего. Хотя вы как спонсор можете быть идеальным, и помогать там будете, и развивать партнеров. Но если вы не произносите вот эти заключительные фразы, он от вас уходит, регистрируется под другого человека. В итоге все несчастливы. Вы несчастливы, потому что вы провели хорошую презентацию, но от вас человек ушел. Этот человек будет несчастлив, потому что он хотел вроде бы с вами, но вот он ушел к другому и не получил тоже своего. И тот человек, под которого ваш потенциальный партнер зарегистрировался, он тоже будет несчастлив, потому что у него нет заинтересованности, возможно, нет какого-то резонанса, чисто душевного с этим человеком. В итоге они не сработаются, и бизнес будет никакой. Поэтому, друзья, вот такие есть три важные ошибки в MLM бизнесе, которые многие-многие совершают. Я также совершала эти ошибки, поэтому уже, как говорится, вызубрила на зубок, как нужно с людьми разговаривать, когда конкретно я даю свою презентацию. То есть я вот, допустим, не рассказываю презентацию человеку, который не заинтересован. То есть многие торопятся сразу вывалить на человека какую-то информацию. Только созвонились и тут же стараются вывалить там информацию. Я не вываливаю на людей вот это ведро информации. Я общаюсь конкретно только с теми, кому это действительно интересно, кто готов меня выслушать и кто готов действовать прямо сейчас. А если мы будем постоянно действовать вот по таким ошибкам, то мы будем совершать массу действий, которые не приносят никакого результата. В итоге мы выгораем, теряем интерес к бизнесу и уходим. У меня таких уходов было несколько штук за всю мою жизнь в сетевом бизнесе. Приходило, не получалось, я уходила. Пока я не научилась самостоятельно, пока я не закончила курсы, не закончила школы, которые обучают правильно работать. Поэтому берите на вооружение, кому это будет полезно, я буду только рада. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить какие-то важные видео. Жмите обязательно на колокольчик, чтобы получать уведомления. С вами была сегодня Маргарита. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова